Около восьми часов утра на одном из самых опасных перекрестков города, пересечении улицы Павла Морозова и Суворова, после столкновения с Камазом опрокинулась машина-такси. В результате ДТП в больницу попал пассажир Аквы. 30-летний уроженец Средней Азии, сидевший за рулем иномарки, вез клиента по улице Суворова со стороны Краснореченской. На перекрестке, не имеющем светофора, ему нужно было совершить трудновыполнимое – повернуть налево, пропустив всех. Таксист сделал ставку на стремительность, энергично нырнув в небольшой просвет в потоке. На пути груженного песком самосвала Аква оказалась в самом конце маневра. Камаз двигался по главной дороге со стороны центра города. 36-летний шофер муниципального автомобиля, получивший права больше 10 лет назад, говорил, что это был большой сюрприз для него. Таксист выскочил на его путь из-за вереницы машин, стоящих на второй полосе для поворота на Суворова. Мужчина даже не понял, хотел ли таксист повернуть или пересечь дорогу поперек. В запасе у сидевшего за рулем грузовика были лишь несколько метров, за которые остановить 18-тонный автомобиль было просто нереально. Он просто выскочил передо мной. Я даже сам не ожидал. Двигался, получается, в потоке. Передо мной автомобиль поворачивал направо. Ходил в эту сторону. Я начал притормаживать. Он в этот момент выскочил с перекрестка, с улицы Суворова. Передо мной я по тормозам. Ну и вот. После столкновения Аква откинула на металлический отбойник, и она завалилась на бок. Из-за прокинутой машины водитель и пассажир выбрались самостоятельно. Клиент ударился головой. Медики увезли мужчину в больницу на обследование с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. У таксиста тоже поболевала голова, но он предпочел остаться у разбитой вдрызг машины. К месту аварии приехал юрист, представлявший интересы таксиста. Адвокат настаивал, что водитель КамАЗа тоже виноват в аварии. Аргументы – старая резина и слишком длинный тормозной след. Он посоветовал своему клиенту написать объяснение позже, когда все успокоится. Из-за наличия пострадавшего материалы ДТП направлены в отдел дознания. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.